Крыши текут, ветхое жилье разваливается, снег падает на автомобиле, ответственные лица исполнять свои обязанности не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Легкое потепление для жителей этого дома регулярно сопровождается дождем в их квартирах. Когда тает снег, идут дожди, здесь все прям ручьем бежит. Снег с крыши дома обрушился на автомобиль в центре краевой столицы. Об этом сообщили праздничные дни в одном из барнаульских пабликов. С наступлением оттепеля в некоторых домах возникает извечная проблема – протекающая крыша. Так и дом 56 на улице Попова не стал исключением. Жильцы девятого этажа, вооружившись тазиками, всеми силами сражаются с потопами. Вот это еще сейчас маленькое пятнышко. Вот эти все желтые круги – это вот все вот так вот. Вот она тоже бежала еще в те годы, то же самое. Так люди живут уже не первый год, спасаясь от протечек. Ежегодно переклеивают обои и не видят смысла в хорошем ремонте. Когда на улице тепло, тает снег, в девятых этажах у жителей течет крыша. Там и плесень, и тазики люди подставляют. Даже в тамбуре бежит, по счетчикам бежит вода. Электрики приходят, говорят, ну а мы что сделаем. ДЭС приходит, там что-то латает, а толку вообще никакого. Это на протяжении лет 10 уже. Жители девятиэтажки переживают. В подъезде может произойти замыкание или возгорание проводки. И она видишь в основном вот в этом углу. Вот в этом углу. И в коридоре. И по коридору там, в тамбуре. А жильцы этой квартиры, счастливые обладатели натяжного потолка, нашли своеобразный выход. Сделали отверстие в полотне для слива воды. Конкретно обращалась квартира номер 143. 23 числа в аварийной диспетчерскую службу. Выходной день был. Заявка поступила в 11.50. В 12.50 аварийная служба была уже на месте. Временно ситуацию устранили аварийную. Но чтобы полностью произвести ремонт, необходимо дождаться погодных условий. Сейчас, сами понимаете, зима, снег. То есть полностью завершить работу не является возможным. Но течь устранена. Жители могут вызвать представителей управляющей компании, с их участием, без их участия, если откажутся, составить акт визуального осмотра, зафиксировать те повреждения, которые в результате протекания кровли возникли, обратиться к независимым оценщикам. Это стоит, на самом деле, услуга не так дорого. Посчитать тот восстановительный ремонт, который необходимо провести внутри квартиры в результате протекания кровли и обратиться с претензией в адрес управляющей компании. Если УК в течение 10 дней денежные средства не перечислят, потребитель имеет право обратиться в суд. Также хотелось бы отметить, что собственникам в прошлом году было предложено провести собрание и проголосовать по поводу ремонта кровли за счет средств капитального ремонта. Собственники голосования провалили, скажем так, отказались голосовать. То есть они начали вроде активно, но кворум они не собрали. Они не региональному оператору платят средства за капремонт, а у них свой специальный счет. С этих денег они запросто могут проголосовать и ремонтировать кровлю. По словам председателя дома, жильцы отказались от ремонта кровли по причине дорогостоимости работ подрядчика, которого предлагала управляющая компания. Однако протекающая крыша не единственная проблема дома. Вонь стоит в подъездах, это вообще невыносимое. Там если зайти по колено будете в какашках, потому что все прям в подвал. За счет того, что снег здесь тает, вода идет под дом, вот эти все стены у людей, вот здесь на первом этаже, они мокрые. На них плесень, они влажные, и что панель начала сыпаться. Вот здесь у них была дырка в квартиру, вот здесь практически тоже была дырка в квартиру. Им пришлось за свой счет вызывать, все это заделывать. Швы они сами все заделывали за свой счет. И, конечно, извечная проблема всех домов – чистка при домовой территории. По словам жильцов, снег и налить во дворе убрали в январе только наполовину. Вот я иду, машина едет. Мне приходится либо запрыгивать вот сюда и падать под колеса автомобилю, либо вот сюда вот так вот к вам запрыгивать. Бабушка это вряд ли сможет сделать. ДЭС-1 обещает почистить двор, когда потеплеет, объясняя это тем, что трактор не уберет налить. Жильцы думают, весна сделает свое дело быстрее. Вот такой подарок к празднику свалился с крыши дома владельцу этого автомобиля. Хорошо, что не прямо на голову. В момент инцидента в машине никого не было. Куча снега с крыши дома в центре Барнаула рухнула прямо на припаркованный автомобиль и нанесла серьезный ущерб. Об этом 23 февраля рассказали подписчики сообщества «Инцидент Барнаул». Не талый снег, это чистили снег с дождями. Уверена, да? Так далеко. Талый снег, он так далеко не упадет. На этих кадрах авто стоит прямо под лентой, которой отцепили территорию дома. Однако одна из подписчиц сообщила, что крышу не чистили, снег сошел сам. А ленту натянули уже через 5 минут после его падения. Он ставил автомобиль, ленточки не было, ну тогда значит он вправе претендовать на стопроцентное возмещение. Если все-таки мы видим о том, что он поставил автомобиль, управляющая компания потом натянула, ну да, то есть как бы понимаем, как себя повела управляющая компания. Если же он поставил под ленточку и видел, что она там натянута и делал это целенаправленно, ну здесь у него большой риск получить либо неполное, либо вообще может быть даже отказанное в возмещении убытков. Зачастую в судебном порядке ответственность может быть разделена 50 на 50, подчеркивает эксперт, и советует найти свидетелей, а лучше записи с камер видеонаблюдения. Кстати, снег также повредил козырек одного из магазинов. Есть случаи, когда коммерческое предприятие разместило козырек, но не согласовало его с органами архитектуры и так далее и тому подобное. Но эта процедура тоже предусмотрена не просто так. И, соответственно, вот то имущество, которое с отступлением от закона, опять же, да, от требований законодательства действующего создано, оно не подлежит правовой защите фактически. В случае, если все эти вещи согласованы, все сделано в соответствии с нормами и правилами, безусловно, такого рода ущерб тоже будет возмещаться с причинителя вреда. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. Это был Коммунальный патруль. До встречи.